Мы давно, коллеги, планировали обсудить законопроект об основах охраны здоровья граждан. Я с Татьяной Алексеевной на эту тему разговаривал некоторое время назад. Он принят Госдумой в первом чтении. В целом, основа законодательства в этой сфере действует с 1993 года. Но всем очевидно, что новый закон необходим, потому что изменилась ситуация в стране, изменились условия работы в экономике, изменились условия социальной защиты. Но в целом и меняется подход к оказанию медицинской помощи. Почему? Потому что внедряются передовые медицинские технологии, и развивается частная медицина, помимо государственной. Надеюсь, что этот новый закон будет способствовать дальнейшей модернизации здравоохранения, а самое главное – повышению качества и доступности медицинских услуг, потому что это главное. Все его положения и статьи, по сути, касаются каждого гражданина нашей страны. Его здоровья, настроения, работоспособности. И это обстоятельство должно быть главным в ходе работы над законопроектом. Напомню, что публичное обсуждение законопроекта длилось более года. С участием медицинских ассоциаций, фармацевтических ассоциаций, неправительственных организаций. Своё мнение высказали тысячи граждан нашей страны. На специальном сайте, насколько я понимаю, там было обсуждение организовано. Были получены также большое количество замечаний и дополнений. Часть из них была учтена при доработке законопроекта. Законопроект, конечно, вызвал большой резонанс, и мнения высказывались очень разные. Но, наверное, это и правильно, потому что, если обсуждаются акты такого уровня, не может быть единого мнения. После принятия законопроекта в первом чтении дискуссия была продолжена. Идёт подготовка ко второму чтению. Ну и я просто хотел бы послушать, в чём заключается суть предложений, в чём заключаются основные развилки, принципиальные моменты. Я не буду сейчас погружаться в отдельные нюансы того, что можно было бы сделать, нужно было бы сделать, в чём там, скажем, позиции одного ведомства, другого ведомства. Я хотел бы просто от вас услышать общий анализ ситуации и наиболее существенное предложение по доработке этого очень важного закона. Повторю, тот законопроект, о котором мы говорим, является крайне чувствительным для наших людей, для всех людей, которые живут в нашей стране. Поэтому и решения, которые будут приниматься, должны быть взвешенные и эффективные. Продолжение следует...